Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Лента, студии Луиза Сысоева. Сегодня в выпуске. Контроль за мерами профилактики COVID-19 ужесточен. Все новое и в упаковке. Дом ребенка получил гуманитарную помощь от южнокорейских предпринимателей. Время добрых дел. Полицейские Артема предупреждают жителей о телефонных мошенниках. А теперь об этом более подробно. Нахождение пассажиров в транспортных средствах при отсутствии у них средств индивидуальной защиты органов дыхания, масок, респираторов и т.д. должно быть исключено. На этом заострил внимание губернатор Олег Кожемяка на оперштабе 12 октября. Глава региона подписал постановление об усилении мер по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции. За этим следит административная комиссия. Рейдовые группы административной комиссии продолжают мониторинг мер профилактики COVID-19. В этот раз проверки требований по нераспространению инфекции, соблюдение масочного режима подверглись перевозчики, водители и пассажиры автобусов междугороднего сообщения и такси. Напоминаем, что в Приморье проходит неделя санитарного порядка на транспорте и объектах торговли. Сама цель – не допустить нарушения этих требований с целью предотвращения распространения, чтобы лица соблюдали данные требования, потому что идет рост по краю числа заразившихся у нас коронавирусной инфекцией, ввиду несоблюдения элементарных требований, в том числе ношения маски с целью защиты органов дыхания. В начале недели глава региона подписал постановление об усилении мер по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции. После принятия документа предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров, официально запретили работать в случае нарушения масочного режима водителями или пассажирами. А вы когда пассажиров перевозите, вы просите их маску надеть? Просим. А бывают такие случаи, что отказываются люди маску надеть? Ну, бывают. Бывает, просто масок нет, бывают. Ну, вы как, перевозите людей без масок или не берете таких? Ну, не всегда. А вы сами как, соблюдаете масочный режим? Да, соблюдаю маску. Все нормально воспринимают, понимают ситуацию. Поэтому одевают маску и проблем нет. Вы стараетесь все-таки соблюдать режим, придерживаться правил? Обязательно, обязательно. А пассажиров, когда, допустим, они садятся, вы просите, чтобы они маски надели? Ну, у кого есть, они одевают. У кого нет, ну, как бы без масочки. Я думаю, самое главное, что мы предуприняем водителей. На сегодняшний день большинство, все-таки, наверное, компаний-перевозчиков уже соблюдают требования и выполняют данные мероприятия, связанные с дезинфекцией, так скажем. То есть, в них в наличии, вот как вы могли увидеть, наличие антисептики есть в большинстве такси, так скажем, да. Все это присутствует и есть. Они соблюдают по большей степени. Ну, и есть, конечно, те, кто не желает этого делать. Таких мы и привлекаем. В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Необходимо использовать маски в общественных местах, в том числе и на объектах торговли и предприятиях сферы услуг. Надо помнить, что только от нас будет зависеть, насколько гладко и спокойно мы пройдем вторую волну коронавирусной инфекции. Важно сохранять свое здоровье и здоровье окружающих людей. Артем впервые посетил новый генеральный консул Индии во Владивостоке господин Шашиб Кхушан. Он встретился с главой городского округа Вячеславом Квоном. Стороны обсудили вопросы делового и культурного сотрудничества. Уважаемый господин Кхушан, я рад вас приветствовать на нашей Артемовской земле. Вообще взаимоотношения между нашими двумя государствами, они достаточно давние и очень дружелюбные, всегда продуктивные. По имени того, что мы на уровне государства сотрудничаем очень сильно в обмене и военной техникой. Сегодня очень много у нас контактов по линии гуманитарных программ. Поэтому все это говорит о том, что и Приморский край, и город Артем точно так же готовы устраивать отношения, устраивать отношения с вами, с вашими жителями. Так началась встреча главы округа Вячеслава Квона с генеральным консулом Индии во Владивостоке господином Шашиб Кхушаном. В свою очередь генеральный консул Индии поблагодарил городоначальника за проведение встречи и возможность посетить город Артем. Господин Кхушан отметил, что генеральное консульство Индии во Владивостоке было основано в 1992 году. И с того времени индийская сторона прилагает все усилия, чтобы наладить сотрудничество и контакты между людьми, а также улучшить связи между регионами Дальнего Востока и штатами Индии. В ходе общения стороны отметили, что Россия и Индия занимают близкие позиции по большинству острых глобальных проблем. Между странами налажено военно-техническое и гуманитарное сотрудничество. Индийские граждане с интересом открывают для себя богатство российской литературы, музыки, искусства. Вячеслав Квон подчеркнул, что в связи с эпидобстановкой экономические и культурные связи народов двух стран приостановлены. Сегодня на территории Артёма невозможно провести такие культурные мероприятия, как День Индии, День Йоги. Однако при нормализации обстановки упущенное будет обязательно наверстано. Стороны обсудили вопросы дальнейшего делового и культурного сотрудничества. Да, действительно, Генеральное консульство Индии имеет ряд областей сотрудничества с городом Владивостоком. Город Артём – это город, который находится по соседству, совсем недалеко, и у нас уже налажены культурные связи. В 2018 году Генеральное консульство проводило фестиваль Индии в вашем замечательном городе. В городе присутствует международный аэропорт, что дает возможности путешествовать и развивать международные связи. Сегодня у нас запланирован ряд визитов на производственные объекты, которые находятся в Артёмовском городском округе. Это и предприятие «Гринагра», и развлекательный комплекс «Казино Шамбала». Мы надеемся, что в течение дня, за время этого поездки, этого визита, мы сможем также выработать новые сферы для взаимного сотрудничества. Точки взаимодействия, направления взаимодействия. В первую очередь, конечно, нужно начинать с культуры. В первую очередь, это обмен какими-то культурными мероприятиями. Я здесь предложил, что мы готовы на своей территории проводить какие-то фестивали. Может быть, индийского кино, может быть, индийской культуры, дни какие-то индийской культуры. И вы знаете, мы в городе достаточно хорошее мероприятие делаем. И поэтому, думаю, нужно начать, в первую очередь, с культуры. Но при этом у нас на территории городского округа находится очень большое предприятие. Это индийский инвестор, предприятие по распособке чая. Индия всегда славилась с поставками чая в Россию, производством чая. Но вот одно из предприятий находится на нашей территории городского округа. И поэтому и в плане инвестиционной деятельности мы точно так же готовы сотрудничать с индийской стороной. Было бы желание у предпринимателей, мы готовы их поддерживать. В завершении встречи господин Шашиб Хушан и Вячеслав Квон обменялись памятными подарками. Глава округа пригласил генерального консула Индии во Владивостоке посетить мероприятие в рамках кинофестиваля «Эхо Меридианов Тихого» в Артеме. Луиза Сысоева, Денис Наддельный, Светлана Норик. Городские новости для телеканала «Лента». Платья, брюки, свитера, спортивная одежда – все новое и в упаковке. Детские вещи в виде гуманитарной помощи поступили в Артем от южнокорейских предпринимателей. По инициативе главы Артемовского городского округа Вячеслава Квона они были переданы в дом ребенка. Отдел международных отношений и депутаты городской думы позаботились о том, чтобы все вещи в целости и сохранности были доставлены по назначению. Рассказывает Александр Наточев. Вы так ловко управляете? Как будто каждый день получаете гуманитарную помощь. Ну, не каждый день, но получаем. Гуманитарный обмен между странами – это обычная мировая практика. Россия всегда кому-то помогает. Например, сирийскому народу, продуктами и медикаментами. Кто-то помогает нам в основном вещами и предметами первой необходимости. Южнокорейские партнеры передали большую партию детских вещей новых и мы эту акцию осуществляем при содействии Думы Артемовского городского округа. Спасибо Зарине Арсеновне, что при также при содействии депутата ЗАГС Собрания Джонни Авдой, Джонни Титаловича, который также нам прислал 10 килограмм вкусных свежих пирогов. Инициатором акции передачи гуманитарной помощи в дом ребенка стал Вячеслав Квон, глава Артемовского городского округа. Он посчитал, что этим детям они нужнее. Все новое, спасибо. Ну, хочу сразу предупредить, если какие большие, мы потом передадим в детский дом. Пусть уж дети подносят и порадуются, пусть все радуются. Платья, брюки, свитеры, спортивные костюмы. Одежда новая в упаковке, по сезону. Все это очень пригодится детям, которые по разным причинам временно оказались без родителей и опекунов. Хочу сказать, что отказников на данный момент практически нет. Это в основном акт полиции. Дети, выявленные сотрудниками внутренних дел. Это тяжелая жизненная ситуация у родителей. Это болезни матери. Тогда составляется соглашение с родителями. Ну, это оставление в ЛПУ. В Артемовском доме ребенка на сегодняшний день 65 детей. В возрасте от одного месяца до четырех лет. Каждому хочется обновку. Они всегда радуются, когда получают подарки. Дети, они и есть дети. Здесь вопрос даже не в этой акции, а вообще в обычных человеческих взаимоотношениях между депутатами администрации города и руководством учреждения, в частности и детьми. Поэтому мы регулярно там списываемся, созваниваемся со всеми заинтересованными лицами и совместно с ними приезжаем то ли с праздничными мероприятиями, то ли просто так, со сладостями. В тот же день все вещи были распределены по группам, и каждый ребенок получил, если не то, что хотел, но то, что ему на данный момент нужно. Александр Наточев, Денис Надельный, Светлана Нурик. Городские новости. Телеканал «Лента». Полицейские провели в Артеме акцию «Время добрых дел». В рамках акции сотрудники полиции вручили жителям города тематические памятки, разработанные при участии общественного совета. В целях правового информирования граждан и предупреждения мошенничества сотрудники госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия по профилактике дистанционного мошенничества, в частности, хищении денежных средств со счетов граждан. Полицейские провели с жителями Артема разъяснительные беседы. Гражданам напомнили о том, что телефонное мошенничество – одно из самых распространенных имущественных преступлений. Методы хищения денег с банковских карт с каждым годом становятся изощреннее. Вручая памятки, сотрудники полиции рассказывают о наиболее распространенных схемах мошенничества, об уловках, с помощью которых мошенники пытаются завладеть денежными средствами граждан. В ходе беседы с инспекторами граждане сами делились примерами из жизни. Так один из водителей поделился своей непридуманной историей, которая произошла с ним не так давно. Мужчина рассказал, что на его сотовый телефон поступил звонок с неизвестного номера. Представившись сотрудником банка, злоумышленник сообщил о блокировке банковской карты. И чтобы восстановить доступ, необходимо продиктовать код подтверждения. Однако мужчина вовремя проявил бдительность и прервал телефонный разговор, сохранив при этом свои денежные средства. Гражданам советуют сохранять спокойствие и ни в коем случае не сообщать посторонним людям пин-код, реквизиты банковских карт, не перечислять денежные средства в качестве задатка или предоплаты. Полиция рекомендует проявлять бдительность и осторожность. В случае подозрительных действий гражданам советуют обращаться в отдел полиции города Артема, либо звонить по телефону 02-472-47 с мобильного телефона по номеру 102. На сегодня это все. Смотрите телеканал Лента и будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин